Сделать Самару интересно не только для ее жителей, но и для всего мира. Такие амбициозные цели ставят перед собой участники встречи, рестораторы, владельцы отелей и представители туристического бизнеса. Чемпионат мира по футболу показал, Самара может принимать иностранных гостей на достойном уровне. Главная цель этой встречи – привлечь туристов, деловых и просто туристов для отдыха в Самарскую область. У нас прошел великолепный чемпионат, появились много отелей, ресторанов, возможности для отдыха. У нас великолепные природные здесь условия, у нас прекрасная культура, высокая культура в Самаре. И поэтому не использовать это для развития туризма, ну просто неправильно. После чемпионата мира по футболу, конечно, мы хотим, чтобы город развивался, чтобы толпы туристов продолжали ходить по городскому округу Самары, посещали театры, музеи. Ну и, конечно, бизнес было бы вести в Самаре комфортно и удобно. На матче Мундиале в Россию приехали более трех миллионов иностранцев. При этом четверть миллиона выбрали Самару. Понятно, что сейчас поток туристов снизился. Но все же есть страны, где интерес к России достаточно велик. Например, Китай. Самарские туроператоры говорят, что в старом городе нередко можно встретить гостей из Поднебесной. И здесь один из главных вопросов, который предстоит решить, это транспортная доступность, чтобы выражение «когда Китай далеко» превратилось в устаревший афоризм. Решать эту проблему планируют, опираясь на опыт соседей. О китайском потоке мы можем говорить только при наличии какой-то транспортной доступности. Если мы сегодня не видим этого пока, как это сделать в Самару, то, наверное, объединяясь с другими регионами, где эти потоки уже есть, где существует так называемый красный туризм, это, конечно, Ульяновск, это Казань. Осенью Самара вновь станет местом притяжения иностранцев. В городе пройдут дни мексиканской культуры. Самарцы смогут продегустировать национальные блюда, увидеть футбольные матчи и мексиканское кино. Гости планируют привезти репродукции художницы Фриды Кала, экспозицию национальных костюмов и выставку документальных фотографий. Представители туристического бизнеса надеются, что таких праздников и гостей будет в разы больше. Валерия Куценко, Григорий Плешаков, События.